Здравствуйте! Репортеры национальной телерадиокомпании Чуваши и я, Ольга Алексеева, расскажем о самом важном и интересном. Сегодня в выпуске. Семья из 22 я. Лучших мальчиков и девочек, а также их родителей федерального округа выберут завтра. Сегодня старт конкурса. Чем удивляют жюри и почему публика плачет? В полной тишине. На старт вышли спортсмены с особенностями здоровья, что оказалось даже сильнее силы духа. В начале выпуска о чрезвычайном происшествии в Чебоксарах на Московском проспекте загорелся рейсовый автобус. В момент возгорания в салоне были люди. Всех удалось оперативно эвакуировать. Как сообщили наши редакции в единой диспетчерской службе города, пострадавших в результате инцидента нет. В 17 часов 17 минут в службу спасения Чуваши поступило сообщение о возгорании в городе Чебоксары пассажирского автобуса, следовавшего по 26 маршруту. ЧП произошло на остановке общественного транспорта, театр, опера и балета. В тушении задействованы две единицы пожарной техники, пострадавших везде пассажиров нет. Сгорание ликвидировано в 17 часов 30 минут. Обстоятельства происшествий сейчас устанавливаются. Автобус выгорел дотла. Сейчас остов машины стоит на проезжей части. Движение в районе ЧП затруднено. Тем временем МЧС региона повысила уровень погодной опасности на ближайшие дни до оранжевого уровня. Сообщение об этом получили на мобильные телефоны жители Чувашии. Температура воздуха опять стремится к отметке в 34 градуса по Цельсию. Усиливаются противопожарные меры. По-прежнему запрещено разводить костры не только в лесу, но и на собственных дачных участках. На сегодняшний день на территории Чувашской Республики с начала года произошло 893 пожара, на которых погибло 57 человек и пострадало 40 человек. На сегодняшний день на территории Чувашской Республики действует особый противопожарный режим, установленный постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики номер 127. Действует особый противопожарный режим на территории Чувашской Республики с 25 апреля 2021 года. Глядя на уличные термометры, люди потянулись к водоемам. Время для отдыха находят даже в будни. При этом статистика происшествий на воде бьет рекорды. В этом сезоне утонули уже 20 человек. Среди них трое детей. Наши корреспонденты во главе с репортером Нелли Юрявичу сегодня отправились на берега Волги и попытались понять, откуда столько отваги у тех, кто устал от летнего солнца, и неужели беспечности нет предела. Среда, маленькая пятница, на центральном пляже многолюдно. Взрослые загорают, дети плещутся в реке. Спасатели буквально уговаривают быть осторожнее. Статистика неутешительна. Счет погибших уже на десятки. А где папа с мамой? Там. Там, где это там? Выйдите, пожалуйста, с водички. Выйдите, пожалуйста. Идите, родителям отдайте. Небудь лишнее почитайте, пожалуйста. Хорошо, спасибо большое. Раздают взрослым и детям памятки. Там понятные инструкции, что такое хорошо и что такое плохо. Алкоголь в последнее время вполне конкурирует с мобильными телефонами. Тонут нетрезвые, взрослые и дети, пока их родители штудируют социальные сети. На данный момент мы пришли сейчас на пляж. Дети два годика. Сидят родители, сидят в телефонах. Никто не смотрит за детьми. Большая просьба. Не надо, если вы пришли на пляж, не надо отвлекаться от детей. Потому что вода ошибок не прощает. В июне, по сегодняшнее число, спасено 23 человека. Из них 21 маленьких детей. В черте города оборудовано 4 пляжа. Здесь раздевалки, душевые, туалеты и спасатели. С 10 утра до 8 вечера. Хоть так. На пляжах неофициальных. Тоже аншлаг. Тут классическое про спасение утопающих. Основное правило выживания. Даже я подхожу сюда и вижу, тут груда камней. Тут торчат железки. Тут легко можно пораниться, порезать ноги. Там, не знаю, упадешь с камня, разобьешь себе голову. И тут минпункта нету. И никто не сможет даже помочь, прийти. Или как-то оперативно вызвать помощь. В выходные купальщиков будет в десятки раз больше. Беспечность на уровне «завтра не на работу». В такие дни группировку спасателей усиливают добровольцы. Приходят нам волонтеры и помогают. Это наши уши, глаза, которые мы говорим волонтерам, чтобы чуть-чуть они сразу заметили и говорили спасателям, где нужна помощь. Потому что бывает на выходные 2500-4000 человек на пляже. Это очень тяжело уследить. В ходе сегодняшнего импровизированного рейда нарушений, подпадающих под административный кодекс, и штраф не выявлено. Хотя отвага утомленных солнцем заставляет задуматься. Вадим Муравьев, Нелли Юявичус, Георгий Кривошеин, Республика. Улица, еда, аптека – это то, что не могут позволить себе пенсионеры во время пандемии. На помощь приходят волонтеры и доставляют лекарства и продукты питания нуждающимся. Сегодня ситуация, на первый взгляд, нормализовалась. Однако работы у волонтеров меньше не становится. Александра Петрова живет в доме ветеранов. Рассказывает, что добровольца ждет, как родных внуков. И продукты принесут, и лекарства. Но главное – о здоровье справиться. О погоде поговорят и о политике. А что еще нужно для счастья на девятом десятке? Мы никуда не ходили. Даже со хлебом, честно говоря, они тоже обеспечивали. Магазины нет. В то время не ходили. Нам тоже страшно жить охотно, ведь и сейчас. И жизнь продолжается, несмотря на пандемию и одиночество. Ждет бабушка Саша, когда снова придут волонтеры. Сколько дней назад Вы сделали заявку? Ну, вот один день. Только вчера, можно сказать. И уже сегодня. Ага, потому что я вчера, вот, мне плохо было. И попросили, вот они готовы, принесли уже. В пакетах все самое необходимое. Мука, крупы, консервы, сахар, масло, печенье. Запас, говорит пенсионерка, на неделю. А мастера добрых дел Владимир Лидерман и Павел Гаврилов уже навещают других ветеранов. Узнав, что в Цивильске действует волонтерский центр, я решил принять в нем активное участие, так как я неравнодушен к нынешней ситуации в стране. Я буду принимать самоактивное участие, участвовать в раздаче пищевых пакетов, лекарств и всего необходимого для нуждающихся. Заказов поступает столько, что работают волонтеры каждый день по несколько часов. Нуждающихся в помощи много. Кто-то не может выйти в магазин по состоянию здоровья, кто-то боится коронавируса. Мы считаем, что волонтерское движение нужно развивать не только в Чебоксарах, но и в каждом населенном пункте, где есть неравнодушные люди. Поэтому мы продолжаем наше движение в Цивильске. Это проблема не только в Москве, где жесткие ограничения, не только в Чебоксарах, но и, собственно говоря, всей республике. Если кто-то нуждается в помощи, ее должен кто-то оказывать, добавляет доброволец. Обратиться за такой помощью можно, подав заявку по телефону волонтерского центра. Анна Центовская, Сергей Емельянов, Республика. Общественная палата Чувашии нового созыва провела первое заседание в этом политическом сезоне. Состав обновился больше, чем наполовину. В составе представителей бизнеса, политики, правоохранительных органов, творческой интеллигенции и учительства. Напомню, что общественная палата формируется на добровольной и безвозмездной основе. Сегодня был избран и председатель. Единогласно была поддержана кандидатура директора речного порта Чебоксар. На сегодня я действительно уверен, что общественная палата играет важную роль в нашем обществе, потому что должна быть взаимосвязь между народом и между правительством. Иногда правительство, работая техниками, решая вопросы, иногда выпускает моменты, которые есть в суде, которые народ говорит и не всегда доходит до них. Они поют, танцуют, читают стихи, рассказывают сказки, воспитывают детей и в один голос говорят, что очень счастливы. 14 многодетных семей из всех 14 регионов Приволжского федерального округа приехали в Чебоксары на конкурс «Успешная семья». На вопрос, достаточно ли для счастья материального благополучия, здесь говорят, что нет. От солнечных лучей и от солнечных людей мир становится светлей, но мы добрее. Показать на сцене визитку, самодеятельный номер, рассказать о своем регионе – нехитрые испытания. Но именно так можно понять, что кроется на самом деле за этим беспечным весельем. Только по-настоящему сплоченная семья под руководством талантливых, а главное – любящих и заботливых мамы и папы способна на такое. Примите наш низкий поклон от семьи Мещеряковых и всего Ковылкинского района Республики Мордовия. Семье Мещеряковых из Мордовии 10 детей. Светлана и Виктор не делят их на своих и чужих. Хочется, чтобы они выросли, вот чтобы вот пошли бы по тропиночке, а там бы не ухабинки. Чтобы вот упали, а там уже соломочка. Чтобы гроза прогремела, а здесь уже зонтик. Семья Львовых представила Чувашскую республику на конкурсе «Успешная семья при Волжье-2021». Сейчас, говоря современным языком, будет спойлер. Львовы неофициально считаются безоговорочными лидерами конкурса. Что в их семье такого, чего нет у других, Ульяна Пятакова встретилась с теми, кто претендует на почетное звание. Она раскроет секрет. В дружной семье Львовых 9 детей. Что такое скука, они не знают. Вместе работают, вместе отдыхают. Малышки Тася, Таня и Настя любят подвижные игры. Их сестры постарше, Даша и Маша, мастера танцевать и рисовать. Это сегодня художество на асфальте. Они как бы как соперницы между собой. Они все время что-то делят. Кто не хулиганит? Просто вопрос там больше, меньше. Какой-то день обходится без хулиганства, но это бывает редко. А то, конечно, обязательно. Старшая в семье Юля. Девушка уже работает, учителя. Младших водит в школу, помогает им с уроками. Когда находит свободное время, занимается с ними танцами. Эти домашние заготовки становятся конкурсными номерами. Не в первый раз семья Львовых решила побороться за титул лучшей семьи при Волжье. Тем более, что три года назад они уже стали лучшей многодетной семьей всей России. Вообще, в этот раз мы представим и вокальные номера, и хореографические, и актерское мастерство тоже будет. Но обычно на такие мероприятия нужны разные жанровые номера. Чем больше интересного покажешь, тем лучше из детства. Юля, Аня, Яша и Миша ближе друг к другу по возрасту. Они любят проводить время вместе. У ребят и своя традиция есть. На каждый день рождения совместный поход в кино. Мы всегда отмечаем все праздники с семьей. И как-то у меня никогда не было, чтобы я отмечала день рождения с кем-то помимо семьи. Но сейчас у меня уже есть муж, он просто к нам приедет, мы все вместе отметим. Родители большого семейства Александра и Татьяна признаются, что всегда мечтали, чтобы в доме было много детей. Секрет успеха. Секрет, наверное, в том, что наши дети – это наша радость. И вот эти маленькие сюрпризы, которые нам готовят дети, они всегда хорошие, положительные. И иногда бывает очень трудно, так как и детки разные, и развитие разное у деток. В глобальной сети их странички набирают много просмотров. На зарядку становись! Руки на пояс, ноги на ширине плеч. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Из Чувашии в Бразилию. Чемпионат России в столице республики собрал тех, для кого спорт – целая жизнь. Легкоатлеты по итогам трех соревновательных дней могут попасть на 24-е Сурдолимпийские игры. У кого какие шансы испытать судьбу в бразильском КША с Дусул, узнал Ульяна Пятакова. Стадион, болельщики, напряженная обстановка, спортсмены. Каждый на своем старте. Для всех одна тишина. Победителем на 100-метровке среди юниоров стала спортсменка из Ставропольского края Алина Кржижановская. Девушке всего 16. Она уже мастер спорта России. Ее воля к победе поражает. Я вообще чувствовала, говорила себе, что я займу первое место. И это не обсуждается. Никакое ни второе, ни третье. Я должна именно первое место. Тренер девочки – Глеб Букреев. Вот он. Даже во время интервью рядом. Глеб, скажите, рассчитывали ли вы на победу сегодня? Нет, это была не запланированная медаль. Потому что у нас основные виды – это прыжок в длину, тройной прыжок и 100-метровка с барьерами. А 100 метров – колоссальная конкуренция. Дистанция очень короткая. Если засиделся, отыграть невозможно. Каждый спортсмен может выступать в разных дисциплинах. Особое правило для особенно сильных духом. Среди метателей ядра – наша Анастасия Мамлина. Шансы попасть на сурдлимпийские игры у чебоксарки большие. Кроме Анастасии, честью вашей в чемпионате защитят бегуны Андрей Андреев и Игорь Анисимов. Хлеб юбилейный в честь юбилея. Сурский посвящен строителям оборонительных рубежей. Чебоксарский хлебозавод номер один продолжает радовать жителей Чувашии полезными и вкусными новинками. Подробнее об этом прямо сейчас, а я прощаюсь с вами. До завтра. Одна из новинок чебоксарского хлебозавода номер один – хлеб новодарницкий на ржаной заварке без дрожжей. В составе хлопья пшеничных зародышей, которые улучшают вкусовые качества, сохраняют свежесть хлеба и обеспечивают организм многими микроэлементами. Хлеб ржаной с семечками на ржаной закваске разработан по старинной рецептуре, но с применением новых технологий. Хлеб имеет приятный вкус и аромат. Хлеб юбилейный с богатой рецептурой выпущен в честь юбилея генерального директора завода Елены Бадаевой, почетного гражданина Чувашской республики. Каждый кусочек хлеба – это целая энциклобедия. Посмотрите, фундук, изюм, курага, натуральный мед. Вся продукция натуральная. Ничего не добавляем, никаких разрыхлителей, никаких вкусовых добавок. Поэтому без запаски можно употреблять и детям, и взрослым. Последняя разработка специалистов хлебозавода – хлеб сурский. За основу взята старинная рецептура – ржаная и пшеничная мука, закваска, соль и солодовый экстракт. Этот хлеб для сотрудников предприятия особо ценен. Моя бабушка участвовала в строительстве сурско-казанского рубежа. Когда я была маленькая, она все время рассказывала, как им было тяжело во время этого строительства, как им не хватало хлеба, как им было очень тяжело. И поэтому сейчас я ценю каждый кусок хлеба. То, что сейчас наш завод выпускает сурский хлеб – это дань памяти и уважения строителям оборонительных рубежей. Часть денег с продажи сурского хлеба идет на возведение мемориала в Козловском районе, который посвящен строителям сурского и казанского оборонительных рубежей. КОНЕЦ